Две организации, областная и филиал федеральной структуры, теперь будут работать единым фронтом на благо военнослужащих участников спецоперации, мобилизованных самарцев. С подписания соглашения начинается плодотворная совместная работа в важный для страны период. Организациям предстоит внедрить новые меры поддержки защитников, а также улучшить имеющиеся. В частности, сейчас специалисты занимаются помощью детям, бойцов спецоперации. Для них поступление в вузы региона будет упрощено. Так, например, члены семей погибших участников СВО смогут поступить в высшие учебные заведения на льготной основе, без вступительных испытаний. И вторая большая категория – это дети семей участников специальной военной операции. Они поступают по вступительным испытаниям, либо по результатам ЕГЭ, но по отдельной квоте. Каждый вуз дает не менее 10% бюджетных мест от отдельной квоты. Комитет семей воинов Отечества в Самарской области работает уже больше полугода. За это время специалисты обработали 1628 обращений, поступивших на горячую линию и через телеграм-канал. Опыта накоплено достаточно. Им готовы всесторонне делиться с другими, более молодыми организациями. Большинство обращений мы отрабатываем конкретно с министерствами, с фондом защитника Отечества. Такая групповая работа. К нам подключилась и военная прокуратура, и Минсоц. При поддержке губернатора Дмитрия Зарова и властей Самары участникам специальной военной операции оказывают всестороннюю помощь. Продолжают работать как с семьями защитников, так и напрямую с военнослужащими. Действуют различные льготы. Так, например, дети бойцов получают бесплатное питание в детских садах и школах. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.